Всем привет, друзья, с вами Антик, и мы продолжаем играть в The Banner Saga. В предыдущем эпизоде Экилл наслал на свою банду головорезов, но мы с ними справились благодаря Айверу, Руку и другим ребятам из каравана людей. Ну что ж, сейчас у нас предстоит какой-то разговор. Айвер говорит, не хочу признавать это, Рук, но ты прав, мы не можем здесь оставаться. Если нас не убьют во сне, пройдет лишь немного времени, прежде чем драги прорвутся внутрь, эти стены некому защищать. Вы видели, что Алетта смотрит на одного из головорезов, она наклоняет голову на бок. Эээ, папа, мне кажется, он еще жив. Айвер поднимает его на ноги за тунику, он стонет от боли. Почему Экилл пытался убить нас? Он же сумасшедший, дошло наконец. Зачем вождю Фрост Веллера ставить сумасшедшего во главе своей стражи? Он вам так сказал? Он не передавал командование Экилу. Как только ворота закрылись, Экилл вошел в тронный зал и зарубил вождя, как нарвала. Как нарвала. Я видел это сам. Экилл не был капитаном, вы посмотрите на него. Эээ, не убью этого ублюдка. Он играл с нами. Я не удивлен. Все это место смертельная западня. Куда же нам идти? Драги же повсюду на юге, я уверен. Идти в Вормтоу через пустоши. Единственный разумный выбор. Я знаю там кое-кого, кто сможет нам помочь. Идраги, скорее всего, не будут преследовать нас по пустошам. В великих войнах они так не делали. Потому что это смертный приговор. Еда же у нас на исходе. Еда уже на исходе у нас, блин. Да, действительно. Я знаю, где Экилл держит свою провизию. Я скажу вам. Если вы возьмете меня с собой. Слушайте, а он головорез, гребанно. Он против нас дрался. Откуда ты знаешь вообще, где находится провизия? Экилл приказал нам подкармливать беженцев. Зачем ему это? Он думал, что если Драги найдут живых, они оставят город в покое. Это самое худшее. Найдите провизию. И найдется много воинов, которые тоже жажут уйти отсюда. Это может решить несколько проблем. Ту-ту-ту-ту. Блин, не знаю даже. Стоит рискнуть. Ну, я вообще рисковый в этом прохождении. Давайте рискнем. По крайней мере, Экилл не сможет не заметить, что его ида пропала. Как тебя зовут? Ониф, почему ты просто хотел узнать, чье лицо я разобью, если что-то пойдет не так? Угу. Добавно. Так, тут у нас продовольствие лежит. Так, давайте посмотрим. У героев кто-то, может быть, повысился тут. Ну, Айвера, я, наверное, не повышу 15-ти его славы. Ну, хватит мне славы, так-то я хочу Эгиля повысить, но он все никак не заработает это повышение. Могун, Могун, Хогун, Хогун повысился. Я хочу Хогу на все-таки повысить. Так, что у него там за навыки-то? Четыре удара, пять ударов. Пока у него четыре удара, да? Так, что же ему повысить-то такого? Он нас со щитом. Силу может он побольше. Давайте силы немного прибавим. Напряжение 2, в принципе, хватает. Давайте силу повысим. Так, вот 10-10 будет у него защита и сила. Унив у нас добавился еще, блин. Че за унив? Проныра. Проныра-озорник. Пробег сквозь две клетки. Ммм, понятно, это я видел. Скилл такой. Давайте-ка унив тоже возьмем вместо вот этого Могуна. Эти ребята, конечно, крутые, но что-то они одинаковые абсолютно вообще. Два молотильщика. Так, давайте пойдем тогда... У нас продовольствия всего три, да? Или действительно нам продовольствия очень нужно. Так, так, так. Слава 13. Ну, с одной стороны, конечно, можно и продовольствие купить чуть-чуть. Можно не покупать, мы сейчас идем за продовольствием. Давайте за продовольствием сходим. Может, нам повезет. Он не введет вас к незнакомому зданию. Это они, говорит он, находящимся внутри стражникам. Те попускают оружие. В потайном подвале вы находите огромные запасы провианта и всякой-всячины. Берите, сколько унесете, говорит ворчит он. Хм, уничтожить остальное. Не знаю. Несколько ходок. Давайте заберем все, что получится, и уйдем просто. Чтобы забрать всю провизию, потребуется много времени. Вы приказываете каждому участнику каравана забрать столько, сколько получится. В скором времени он и его верные воины вводят вас из города. Вы готовитесь покинуть город. За воротами творится полный хаос. Драги повсюду. К счастью, они маршируют вокруг холма, на котором стоит Фростфеллер. Направляясь на юг, и кажется, не заинтересован следовать за вами через пустоши. Вы наконец-то покинули Фростфеллер. Однако у вас появилась масса новых хлопот. Вы надеетесь, что знакомый Айвера в Вармтоу не откажет вам в помощи? Ну что ж, надеемся, надеемся. Покидаем Фростфеллер. И, видимо, это пустоши-то такие снежные, да? Ледяные пустоши. Так, конечно, без провизита было бы тяжко. Да, и провизит тут, очевидно, вообще нигде добыть. Интересно встретится ли нам в этой пустоши кто-то на пути? Или мы будем маршировать в гордом одиночестве? На заросшей части тропы сидит старик. Ты заблудился, спрашиваете вы? Он поправляет кожаную повязку на голове и говорит, нет, а ты? Он спрыгивает на ноги и берет в сторону каравана. А, и бредет в сторону каравана. Он одет в ветхую одежду, и у него нет оружия. Ну, видали и получше, говорит старик. Заглядывая в повозки с провизией. Но так и быть, пойду с вами. Он встает рядом с воином, перекидывает бороду через плечо и выпечивает грудь. Воин ухмыляется, а незнакомец выдыхает, спрашивая. И чего мы ждем? Веди. Кто-то и что ты здесь делаешь вообще? Назови меня Умнар, или зови как хочешь, говорит старик. Человек волен идти, куда ему заблагорассудится, не так ли? Его суровый вид можно назвать скорее комичным, нежели угрожающим. Но вы прекращаете выискивать ответы. Давайте возьмем его с собой и рискнем. Надеюсь, он ничего у нас не сворует. В принципе, куда-то бежать в этих пустошах, но, наверное, никуда не сбежит. Угнаться? Старик пыхтит сквозь усы. Нет, человека проворнее старого Умнара. Муженьки, приглядывайте за своими женами, не то я поспею каждая из них. По каравану прокатывается волна смеха, и он снова пускается в путь. Сейчас, наверное, настроение повысится, нет? Боевой дух упал, да ладно. Все уж нормально. Че вы? Какое настроение? Надо лагерем встать, наверное. Караван гудит от беспокойства. Кто-то заметил множество темных фигур, следующих за вами на расстоянии. Драги кричит одна женщина, но что-то вам подсказывает, что они выглядят не совсем так. Проклятие богам, хребет Онев, поднявшись на одну из повозок. Что бы лучше видеть? Хуже, чем Драги. Это Эккил. Новости распространяются среди людей, словно лесной пожар. Эккил? Зачем ему? Начинает Одлайф. Если только он не гонится за тобой, Онев. Он чокнутый? Прибивает Онев. И непредсказуемый. С ним немало воинов. Ваш разум мечется, раздумывая, что делать. Кхм. Обогнать его. Давайте попытаемся решить вопрос мирно. Все-таки у нас Рук мудрый, как бы, руководитель. Онев и ваши союзники покидают караван уверенным шагом. Мы можем решить все мирно, кричите вы, когда он подходит. А, Рук мой добрый друг. Рук мой добрый друг. Отвечает он, бросая свой топор на землю. Мы пришли разговаривать, а не убивать. Давайте поговорим. Почему я должен верить хоть одному твоему слову? Рук, мы были добрыми друзьями. Что случилось? Ты пытался убить нас. Возвращайтесь во Фроствиллер и оставьте нас в покое. А, Рук, это твоя красавица? Я рад, что с ней ничего не случилось. Я про Драгов, конечно. Друзья мои, как я мог забыть все то, что вы для меня сделали? Ворвались в мой город, забрали моих воинов, забрали мою еду, забрали одного из моих лучших людей. Как у тебя дела, Онев? Хорошо они с тобой обращаются? Заткнись и Килл. Если ты пришел убить меня, давай побыстрее с этим покончим. Ничего подобного, должно быть. Ты думаешь, что знаешь меня или таких, как я? Что Онев сказал тебе, что я сумасшедший? Я выжил не потому, что я сумасшедший, а я делал то, что нужно было делать, чтобы выжить во Фроствиллере. Я ошибся только с тобой. Что ты за человек, Рук? Да, выглядело, конечно, безумно. Мне так кажется, средним человеком. Человеком, который, может быть, беспокоится о своей дочери, просто пытается выжить. Но я смотрю за твое плечо. Сколько же там людей? Они идут за тобой и сражаются за тебя. Почему? Что ты за человек? Тот, кто делает то, что нужно делать. Тогда у нас есть что-то общее. Но, в отличие от меня, за тобой следует с радостью. Кто ты в глазах этих людей? Ты спас их? Ты герой. Может, это даже важнее, чем то, кто-то на самом деле. К чему ты клонишь, Экил? Я твой пленник, Рук. Свержи мне руки. Фроствиллеру конец. Я не могу выжить там, благодаря вам, мои добрые друзья. Хоть вы и не перерезали мне горло, но вы вынесли нам смертный приговор. Я не верю, что ты такой. Ты что, так извиняешься передо мной? Ты не можешь мне доверять, я знаю. Возьми меня и моих людей пленными, если нужно. Экил смотрит на землю и медленно произносит слова. Я не гордый, могу и поумолять. Ну что ж. Давайте у них вас спрашивать. В принципе, они из одной банды, так-то. С другой стороны, что им делать, этим ребятам? Давайте рискнем. Позволим мы присоединиться на жестких условиях. Нам нужны бойцы. Вы будете драться с драгами вместе с нами. Теперь вы сражаетесь не только за себя, а за всех. Если ты не так взглянешь хоть на одного мужчину, женщину или ребенка в этом караване, я не буду мешкать, а убью тебя на месте. Ты оказываешь нам больше чести, чем я надеялся, Рук. Твои люди правы, что следует за тобой. От нас не будет никаких проблем. Возможно, я безрассуден, но я плачу по своим долгам. Ваши люди им явно не доверяют, но пытаются смириться с вашим приказом. Наверняка скоро последуют жалобы. Положение, безусловно, осложняется. 45 бойцов. Плохое настроение, блин. Надо встать лагерем, наверное. Аки, лагерем встанем. Хотя бы денек отдохнем. Так, что у нас там хочет поговорить с нами? Хоган. Просто умеется на некоторое время. Люди все замечают. О, они замечают? Неужели? Мы каждый день на грани смерти, а ты хочешь, чтобы я унялся? Боже мой, да мне нужно вдвое больше полей вспахивать. Понимаешь, о чем я? Я не хочу, чтобы из-за тебя нас выкинули из каравана, Моган. Страдаешь не только ты. Ну, конечно, ты ведь женился, завел детей. Теперь я что, тоже должен остепениться? Что случилось? Братья замолкают, когда вы приближаетесь. Это верно, мне нужно заботиться о ребенке. Охлади свою голову, Моган. Хоган уходит. Оставив Могу нас стоять с нелепым видом. Рук, что привела тебя сюда? Услышал крики и пришел знать, в чем дело. Ты прибегаешь на каждый крик, наверное, потому ты и выглядишь таким усталым. Слушай, это не тайна. Мне нравятся женщины рук. Им нравлюсь я. Им нравится шрам. Ладно, видишь, что происходит вокруг? Сколько смертей. Каждая ночь половина этих людей плачет перед сном. Жалкое зрелище. Ты серьезно, Рук? Будь честен, это хорошая жизнь. Многие пашут от рассвета до заката, не разгибая спины. Разве это жизнь? Нам повезло, можно было бы всю жизнь прожить без цели, без предназначения, не сражаясь ни с кем, кроме голода и скуки. Я благодарен за все это. Понимаю, о чем ты. Посмотри на это так. Мы сражаемся на сприть почти каждый день, верно? Ты можешь свергнуться в маленький испуганный клубочек, можешь спрятаться в лесах, поедать орехи и закопаться в листву. А другие находят радость в борьбе. Ты знаешь, что я выбираю. Ладно, просто знай. Я не буду подкатывать калеки, обещаю, или Одлайф. Они твои. Я оценю это, Могун. Вы уходите им в силу сказать, в какую сторону изменилось ваше мнение о Могуне. Вот такой вот Могун оказался. Так, ладно. Герои. У меня, наверное... Ну-ка, давайте посмотрим героев. Этот экил присоединился. Мститель. Что он умеет-то? Отбрасывает всех воинов на две клетки. В принципе, наверное, хороший боец. Наверное, хороший боец. Ну, я собирался парочку дней отдохнуть. Не знаю, стоит ли вообще арест. Вот уже нормальное настроение. Ну, с нормальным настроением можно путешествовать. Надеюсь, провизии хватит все-таки. Еще один божий камень. Забавная музыка звучит. В божьего камня вы находите удивительно многолюдный лагерь. Как выясняется, эти люди находятся здесь уже долгое время. С тех самых пор, как остановилось солнце. Очевидно, они считают, что радар мир, бог солнца, вернулся и поклоняются ему, невзирая даже на пасмурную погоду. Они приветствуют караван, завязывая разговоры и рассказывая истории, пока вы отдыхаете. У них нет почти ничего ценного для обмена, но их предводитель предлагает вам принять участие в их ритуале. Что за ритуал-то? Гулен Файри, говорит один, показывая нам золотую жидкость в серебряной чаше. Он мажет жидкостью себе грудь, при этом раздается шипящий звук. Сквозь зубы объясняет, что это подарок от бога солнца, масло которое горит, как солнце, и позволяет видеть вещи ясно. Давайте осмотрим божий камень. Никто не знает, как выглядел радар мир. Так сильно он любил уединение, он никогда не уходил в прямой контакт с людьми. Многие думают, что он был змеем, живущим на солнце. И нередко можно услышать рассказы о хвосте огромного существа, мелькавшем сквозь перистые облака в солнечный день. Радар мир всегда был одним из богов процветания, тем кого люди благодарят за хорошую погоду, здоровый скот и обильный урожай. При этом его камень находится посреди пересохшего озера, и этот контраст является одной из самых больших тайн. Немного отдохнув, вы продолжаете путь. Последователи бога солнца решают остаться, а вы покоите свои пожитки и продолжаете путь. Ничего мне не дали, короче, вообще ничего не дали. Ни предметов, ни провизий, ни людей новых не набрал. Ни бойцов никаких. Птицы кружат в воздухе что-то там. Над чем они кружат? Наверное, над трупами? Все какие-то стервятники какие-то. Снова плохое настроение. Но я уже останавливаться, наверное, не буду, потому что у меня провизии очень мало осталось. Люди заметили черных грифов, которые кружат над караваном под прикрытием легкого снегопада. Они не представляют никакой угрозы, но серьезно портят настроение вашим людям. Оглянувшись в следующий раз, вы видите, как Одлайф выпускает стрелу за стрелой, пару раз едва не сбивая птиц. Проваливаясь, здесь мертвых нет, кричит она непонятно кому. Что ты делаешь? А на что это похоже, Рук? Учебная стрельба. Она выпускает еще одну стрелу, и с неба падает стервятник, из которого торчит стрела с синим оперением. Смея снина поднимает птицу и осматривает ее оперение. Слушай, говорит Одлайф, осматривая караван, а ведь многие из этих женщин могли бы это делать. По выражению ее глаз, вы понимаете, что это ей приводит ее в восторг. Думаю, мне стоит начать обучать их, говорит она. Давайте попросим Одлайфа обучить. Нам всегда пригодятся новые бойцы, говорите вы, Одлайф. Если судить по Олете, ты знаешь, как обучать лучников. Одлайф улыбается вам. Она уходит показать женщинам стервятника, которого она подстрелила. Ну что ж, пусть у нас Одлайф тогда учит женщин стрелять. Лишние бойцы нам пригодятся. С драгами кто-то должен биться, в конце концов. Так, осталось у нас на 7 дней провизии. Настрение плохое пока что. Уннер, странный старик с кожаным обручем на голове, говорит. Если я что-то и знаю, лучшие женщины медовухи, то это... Он улыбается. Ничего, но я знаю, когда людям нужна помощь. Просто позволь старому Уннеру немного все улучшить и не задавай вопросов. О чем ты говоришь? Улыбка Уннера гаснет. Я сказал не задавать вопросов. И что же первое доносится с твоего рта? Атрисет головой и кричит. Забудьте, забудьте все вы. Он уходит, и на следующий день его след простыл. Может, я ему зря отказал? Ладно. Может, он там настроение поднял бы. Ну, что сделано-то сделано. Ну, все, кобец. Ужасное настроение. Давайте еще один лагерь поставим. Если кончится провизия, люди начнут гибнуть, конечно. На два дня. Все, давайте. Четыре дня, короче, осталось у нас. На четыре дня пути. О, какой-то город круто. Ни подбадривания, ни воспоминания о подвигах не способны поднять дух каравана. На севере у нас бывают такие моменты, говорит один из варлов. Другие великаны ухмыляются, поднимая кубки из рога медовухи. Скал, кричат они и осушают свои кубки, объяснив, что каждый участник должен пить, когда кто-нибудь расскажет историю, оказавшуюся печальнее предыдущей. На втором круге к ним присоединяются остальные, и медовуха передается в вашу сторону. Оставь их, пусть себе пьют. Может быть, только это будет хуже. Давайте присоединимся. Что нам остается? Поднимая медовуху, вы кричите скал. Толпа ликует, и взрывы смеха звучат по лагерю в течение нескольких часов. Каждый человек придумывает все более нелепые истории о несчастьях. Способ развлечения варлов все искал большой успех, и на следующий день караван встречает, остается с личным настроением, несмотря на похмелье и истощившиеся запасы медовухи. Сейчас, наверное, провизия уменьшится, а? Здесь провизии. Но зато настроение получше стало. Если вдруг битва какая? Вормтоу – мало подходящее для города место. Неудивительно, что живущие здесь варлы не славятся гостеприимством. Итак, город, какое-то поселение Вормтоу. Варлы находят вас первым, что неудивительно, учитывая размер каравана. Обнажив оружие, они требуют знать, что вы здесь делаете, но успокаиваются, когда Айвер говорит им, что он пришел на встречу с кем-то по имени Крумор. Крумор – это не тот самый Крумор, который самый старый, или я ошибаюсь? Сейчас глянем. Да, так-то он старый по виду. Черт меня подери, Крумор давно не виделись. Это точно. Что же привело в Вормтоу Ингвара? Да не одного, а с целым табором людей. Плохие новости. Драги идут с севера. Мы с трудом добрались до сюда. Это плохие новости. Идем, у нас есть еда. Поговорим в трактире. Следуя за старым Варлом, небольшое поселение, вы слышите, как он говорит в полголоса. Если бы это был кто-нибудь другой... Итак, разговор рукой Крумура, похоже, да? Я уже говорил тут с воинами. Буду откровенен. Половина хочет отправиться на север и выяснить, что случилось в Блотсбалкре. В Блотсбалкре. Кое-кто думает, что нам стоит идти в Грофхайм. И никто из них не рад встрече с вами. А что думаешь ты? Будь по-моему, я остался бы здесь и встретил Драгов. Но из-за вас это проблематично, понимаешь о чем я? Мы не сможем долго кормить такое количество людей, даже если они не будут много есть. Это город Варлов, большинство из нас сами о себе заботятся. А с вами женщины, дети. Мы могли бы помочь, сделать это место пригодным для жилья. Так не получится. Эти Варвелы находятся здесь, чтобы уйти от цивилизации, а не создать ее. Пусть Крумор решает. Уже скоро Драги сюда заявится. Да, скоро. Нужно доложить ерунду, что происходит. Кто такой ерунд? Король Варлов, так у вас называется эта роль. Энгвар, где-то нашел этих людей. Оставайтесь здесь и отдыхайте, но как только будете готовы, мы выступаем. Я провожу тех, кто собрался на север. Но я пойду с вами в Грофхайм. Снова в путь? Нет, мы уже зашли так далеко. О, хватит дуться, девчонка. Хватит дуться, девонька. Даже если ерунд не станет слушать такого старого старшего Варвела, как я, что-то подсказывает мне, что он прислушается к твоему другу Ингвару. Он выслушает Айвера? А, он вам не сказал? Ну, разумеется, нет. Делайте то, что необходимо, но не задерживайтесь. Добавно. Так, ну, нам бы, конечно, провизии купить, но сейчас мы, наверное, переговорим еще раз с этим Крумором. Крумор, можешь уделить минутку? Вообще-то нет, но я попробую. У меня не было возможности поблагодарить тебя за гостеприимство. Считай, что поблагодарил. Так, что мы выберем? Так, кто такой Ингвар? Ну, понятно, кто такой Ингвар. А, я не удивлен, что он с тобой не поделился. Я лишь удивлен, что он вообще может кого-то выносить. Кто-то давно твой друг был одним из... Блин. Как-то давно твой друг был одним из нас. Я имею в виду убийцы Драгов. Тогда его звали Ингвар. И если хочешь знать, почему он поменял имя, лучше спроси его сам. Я слишком стар, чтобы разносить сплетни. Как заставил всех этих варлов выполнять свои приказы? Уважение, юнец. После Второй Великой Войны мне особо нечем было заняться, поэтому я начал учить других варлов драться. Устал от этого, обосновался Вормдол. Они продолжают приходить ко мне даже в мирное время. Но, кажется, ситуация меняется. Не так ли? Ну, если бы заклад, ты можешь рассказать много интересных историй. Возможно, возможно. Или я могу тебе показаться самым скучным варлом на свете. Зависит от того, насколько ты любишь убивать Драгов. Расспроси меня потом, может быть, расскажу тебе про тот случай, когда мы наполнили мертвого Йокса китовыми зубами. И почему? Дашь совет, как драться с Драгами? Зависит от того, сколько ты знаешь. Они все состоят из брони. Но если ударишь достаточно сильно, она разглядится на осколки. Постой Драга в шеренгу, и они будут взрываться друг друга, как домино. Они будут взрывать друг друга, как домино. Когда ввязываешься в крупный бой, то половину времени тратишь на то, чтобы их расставить. И если увидишь, что он стучит своим топором, как камертоном, убей его быстрее. Иногда Драг, которого он вызывает, даже не успеет появиться. Не буду тебе больше мешать. Отлично. Удачи тебе, друг Ингвара. Так, ну и что? Мне предлагают все-таки купить немного еды. Провианта. Видимо, я всю славу и тут потрачу на провиант, потому что у меня другого выхода нет. Никто мне провизию не подарил. Настроение нормальное, в принципе, да? Героев, ну, героев уже повышать просто не на что. Элементарно. Так что давайте-ка мы, наверное, пойдем. Покинем этот город. До Грофхайма много дней пути, говорит Крумор. Но нет ничего хуже, чем идти через пустоши. Если где-то есть место, где можно быть в безопасности от драгов, так это там. Вы готовились к еще одному долгому походу, и половина горожан в Вормтоу присоединяется к вам. Так, нам, значит, варлы присоединяются. Немного нам провизию все-таки дали. 11, я думаю, за 11 дней мы куда-нибудь точно доберемся. Ну вот, уже плохое настроение. На ходу до вас доносятся слова песни, которую поет мать. Убаюкивающие и плавное пение повествуют о вашем путешествии. Когда она заканчивает, мужчина начинает свою историю в стихах. Женщина быстро отвечает другим стихотворениям, и весь караван замедляет ход, чтобы послушать увлекательное соревнование. Надо поднимать, короче, настроение, наверное, с собственным куплетом надо выступить. Караван нашел облен, когда вы включаетесь в соревнования с собственным стихом. Вы имитируете обоих участников, добавляя собственные штрихи к их историям. Вы завершаете чтение шуткой в собственный адрес, и крестьяне бешено аплодируют вам. Ну вот, настроение поднялось, хорошо. Надо развлекать толпу как-то, чтобы выживать в этом обреченном мире. 73-й день пути. Впереди вы видите большое количество крестьян, окруженных разбойниками. Один из вооруженных людей смотрит через плечо и говорит, проклятие богам, только этого вам не хватало. Слушай, не вмешивайтесь, и одна из этих повозок с провизией будет ваша. Крестьяне молчат, но в их глазах вы видите мольбу. Что здесь происходит? Это вас не касается, отвечает он. И прежде чем вы начнете мне возражать, очки, это люди из моего клана. Они думали, что смогут сбежать, собрав из деревни последние крошки хлеба. Теперь я хочу, чтобы вы шли дальше, так что берите свою долю и оставляйте ее. Блин, взять припасы и уйти? Фиг знает. Давайте обнажим свое оружие. Человек полностью поворачивается к вам и трясет головой. Везет мне на таких, говорит он. После чего разбойники набрасываются на вас. Ну, так-то, конечно, ввязываться в эту драку придется. Так, Варвел у меня с топором добавился. С молотом, точнее. Что он умеет? Командовать соседними союзниками он умеет. Нифига себе. Полководец использует свой боевой опыт для командования союзниками, передвигая их по очереди ходов. Передвигая их по очереди ходов. Меняя порядок ходов и союзников, полководец может создавать новые стратегии. Например, позволить лучникам применить партизанскую тактику, использовать навыки раньше, чем обычно, или забросить сильного союзника в тыл противника. Ну, надо с этим полководцем попробовать, конечно, повоевать. Сейчас мы это и сделаем. Вместо кого его? Вместо унифа. Танка-то я по-любому оставлю, как бы. Кромер, кромер. Ну, нефиг килл. Килл надо качать, я думаю. Хотя фиг знает тоже. Ладно, килл пока оставим в сторонке. Непонятно, что с ним делать пока. Так, сначала ходит вот этот, потом наш полководец. А потом рук. Надо как-то сосредоточиться в одном месте, чтобы... Я думаю, так нормально будет. Залученца у нас не добежит ни докуда. Если захочет, добежит, конечно. Ну, как обычно, мы убиваем первую женщину. Тоже вошло у нас в традиции. Блин, танка пробили. Так, ладно, кто-то у нас дальше. 12 к 7, да, у него защита. Вот этого жалко, блин. Пробьют опять. Давайте вот этого. В принципе, он семерочкой-то ударит не сильно. Он даже не стал бить. Так, кто там у нас? Десяточки опять будут по этому бить. Лучинца. Там вот эта семерочка ходит, да? Вот, блин, а? Лошади вообще не жалеют. Вот каменную стену. Только сюда подойдем. Так, кто там у нас дальше-то ходит? Семерка. Вот этот, да? Но это не опасен. Вот лучинца-то, конечно, доставит немного неприятностей. Я думаю, до этого надо таким. Ну, лучинца такая слабая у меня до сих пор. Блин, у него напряжение. Напряжение забыла, оно всего единица. Ух ты, минус семь, ни хрена себе. Ну-ка, ну-ка, шестерочку надо бить. Причем срочно. Эту женщину надо тоже бить. Так, ускорение. Что дает нам? Ускорение выберите одного стоящего рядом. С союзником он продвинется вперед в очереди ходов. Это мой хоть-то потратит, интересно? Не надо потратить. Давай, сюда встанем. Так. Пятерка ходит, потом и женщина. Вот это семерка. Этого надо бить, значит. Так, лучше, тебе бы надо куда-то посылать тоже. Ну, а ты встанешь где-то так вот. Каменную стену врубишь опять. Вернее, этого сейчас убьют вообще. 20% у меня шанс. Офигенный шанс. Так, ну, в принципе, он убежать может, да? А, нет, слушайте, он убежать не сможет. Потому что это его догонит. У него тоже сила воли офигенная. Блин. Ну, не знаю, пусть он тогда защиту, что ли, станет. Защита ему не поможет. Ну, в принципе, в принципе, если защиты будет побольше, у этого будет меньше шанс пробить. Попробую. Нет, не помогло мне. Ну, там, в принципе, мясорубка была, так что без шансов. Так, это не очень опасно, это лучница опасна. Вот это пятирочку набить. 90% шанс. Лучше броню. Так, я ведь в навыках-то ничего такого нет. Таран только. Ну, ладно, сколько это клеток таран-то? Выбрасывает с него на расстоянии до четырех клеток. А, тут где-то своего загену туда. Сейчас отброшу. Так что, не буду отбрасывать. Просто завалю вот этого. Нормально у меня держит удар. Так. Двойка. Пятерка. Давайте пятерку завалим. Так, трудно, а? Только не убить. Можно попробовать. Так, слушайте, у него набережение-то два. Давайте убьем лучше. Силы шесть. Этой брони много. Отлично, отлично. Так, двоечку можно добить. Хотя она не пробьет, наверное, его, да? Может попытаться на восемьдесят процентов? Оп, не повезло. Не повезло. В принципе, не атакуют, даже не пытаются. Так, слушайте, давайте-ка мы здесь вот встанем. Тараном попробуем их тут всех. Ну, не всех устойчиво и забавно. Так, у тебя напряжение один. Значит, ну, ничего не поможет нам этот горн. Блин, мы перекинулись на этого. На один, в принципе, можно порвать на девяносто процентов вероятность. Так, ладно. Лучница. Ты не добегаешь нифига. Ты тоже не добегаешь, ну, хоть защиту добавишь. Все. Повышение получил у нас полководец наш. Крумор получил повышение. Да. Слава немного, девять штук всего. Девять единиц. Разбойники либо сбежали, либо убиты. Спасенные крестьяне осыпают вас благодарностями. Он сказал правду, говорит вам один. Мы украли еду и ушли. Боги, смилуйтесь надо мной. Я бы позволил им умереть. Они нерешительно присоединяются к каравану. Ну, хотя бы провизии добавили. Если бы я забрал только половину провизии, мне бы, наверное, меньше дали. Вы не видели Алетту большую часть дня. Когда вы все-таки находите ее, она возвращается в лагерь издалека, одинокая и понурая. Когда вы подходите, она смотрит в землю. Тихо сесть рядом с ней. Наконец она признается. Я чувствую, что все меняется так быстро. И дело не только в этом. Все идет так неправильно. Я много говорил о Сакиллом. Он настораживает вас. Это настораживает вас. Что он говорил тебе? Он рассказал мне, что они с Онифом, сородичи. У Экила была сестра, которая вышла замуж за Онифа, но она умерла давным-давно. Так они породнились, но затем Ониф уехал без него. Просто бросил его без единого слова. Вот почему он и отправился вслед за ним. Подтвердить историю Экила, это надо мне с Экилом поговорить сначала. Давайте подтвердим. В конце концов, вы находите Онифа в лагере и пересказываете ему историю. Это тебе рассказал Экил? Интересуется Ониф. Он вздыхает. Про сестру это правда. Она умерла от лихорадки вскоре после нашей свадьбы. Удивительно, что он так тебе доверился. Поэтому я оставил его в Фростфиле, продолжает он. Иногда он казался нормальным, но он на следующий день был готов убивать собственных людей. Иногда он так и делал. Я не жалею, что принял это решение. Давайте потребуем разъяснений у Экила. Вы идете прямо туда, где вынужден ночевать Экил, вдали от остального каравана. Завидя вас, он поворачивается вам навстречу. Что я тебе говорил, Экил? Разве я не говорил хотя бы раз? Взглянешь не так? Кто глядит не так? Твоя дочь сама пришла ко мне. Как мило с ее стороны, подумал я, учитывая, что она вообще тут единственная, кто думает о людях. Что это, черт возьми, значит? Взгляни на себя. Бегаешь, спасаешь всем жизнь, принимаешь решения. Молодец. Что это за жизнь такая? Жалко, ты делаешь ее достойной? Я вижу, как Алетта помогает женщинам, готовит еду, ухаживает за стариками, играет с детьми, общается с изгоями. Ты знал, что она после каждого твоего сражения зашивает войнам раны? Помнишь, я сказал, что ты лидер. Да, они идут к тебе, но следуют за тобой, а не из-за Алетты. Надо его убивать. Рано еще. Я знаю свою дочь. О, я понял. Ты думаешь, что я называю тебя плохим отцом? Нет. Я прошу только об одном. Не пытайся изменить ее. Люди ценят ее такой, какая она есть. И мне нужна твоя копия. Короче, ничего мы толком не выяснили у этого Экила. Все время он нас критикует. Плохое настроение. Так, мы дошли до еще одного божьего камня, да? Что-то они зачастили эти божьи камни. В поле зрения появляется громада божий камень Марика. На нем высечено огромное морское чудище. Зазубренные камни торчат из снега, словно акульи плавники. Трудно представить, что когда-то нордфилинские пустоши были заполнены водой. Божий камень высится единственным напоминанием об огромном озере, которое простиралось вокруг него. Благословение, кричит один из караванщиков, держа в поднятой руке нечто, напоминающее серебряную монету. Это рыбья чешуя, говорит он, указывая на радужный узор, переливающийся под лучами солнца. Вскоре любопытный ребенок находит в снегу еще одну, а затем трики. Возможно, они принесут нам удачу. Вы слышите край муха, и вскоре весь караван бросается собирать сияющие чешуйки. Так... Не торопите караван. Привизия у нас, в принципе, 10 штук еще на 10 дней. К концу второго дня сбор не прекращается, и даже вам в голову начинают длить мысли о том, что вам просто необходима одна из этих чешуек. Вы прогоняете эту идею и думаете о том, не пора ли прекратить глупое занятие. Позвольте им продолжать, пусть собирают. Одержимость проходит лишь на следующий день. Кажется, в ней было что-то сверхъестественное. Потому что, как только была найдена последняя чешуйка, желание искать сразу исчезло. Как они узнали, что она последняя цель? Они прекратили искать. На следующее утро какой-то человек преподносит вам блестящую кольчугу. Мы сделали ее из чешуек, говорит он, ухмаляясь. Вы с благодарностью принимаете дар, и караван продолжает путь. Ух ты, божья чешуя, нифига себе. Какой-то артефакт. Все-таки не зря я их не прерывал. На 8 дней у нас провизия осталось. Плохое настроение. Ну, конечно, есть минусы в этом. Одлейф подзывает вас, усмехаясь. Вы видите шерингу женщин с луками, развернутую в сторону далекой опушки леса. Женщины разного возраста, некоторые держат лук увереннее других. Они стреляют, метко попадая в стволы деревьев. Кажется, они уже готовы охотиться на драгов. Одна женщина до сих пор не выпустила свою стрелу. Она стоит неподвижно. Остальные наблюдают. Как только меняется ветер, она отпускает тетиву, и ее стрела вонзается не в дерево, а в белого кролика, выбежавшая на опушку. Ужин, говорит она, улыбаясь. Добавна. К вам подходит группа мужчин из каравана. Слушай, говорит один, практикуйся сколько хочешь, но моя жена с драгами драться не будет. Остальные мужчины хором поддерживают его. Не нужно нам мертвых жен и дочерей на поле боя. Ммм, Одлейф. Ну, женщина не женщина, но война и такое время. Надо принимать сложные решения. Поддержать то, чтобы женщины стали воинами. Мужчины стоят на своем, но в конце концов выступают. Спасибо, говорит Одлейф. Честно говоря, это было труднее, чем я ожидала, но чем больше будет людей, способных сражаться, тем лучше. Женщины возвращаются в лагерь бойцами. У нас 35 люди, а то бойцы прибавились. Ну, а что делать? Война. Вслед за звуками схватки вы видите варла, окруженного пятеркой вооруженных воинов. Один из них оглядывается на вас и кричит. Не вмешивайтесь. Это варл был во всякой причине, убил моего отца. Варл собирается ответить, когда человек нападает. Великан отбивает клинок в сторону и безмолвно ждет следующей атаки. Давайте послушаем, что скажет варл. Варл с безразличным видом пожимает плечами и говорит, мы с его отцом заключили сделку. Он солгал. Теперь он мертв. Солгал, кричит мужчина. Ты убил его из-за того, что он солгал? Трус! Мужчины бешено атакуют варла, который успешно отбивает их от их атак, но вы не уверены, долго ли он сможет продолжать это? Наверное, защитить варла надо. Альвер, говорите вы, нам бы пригодился варл, умеющий общаться с мечом, не так ли? Он кивает, обнажая свое оружие. Люди сразу отступают, перспектива драться со всей вашей армией не особо их воодушевляет. Они наблюдают с расстояния, бронясь и крича что-то про несправедливость. Варл поворачивается к вам. Мне не требовалось помощи, но раз уж я собирался в дорогу, то не откажусь пойти вместе с другими варлами. Он встает в строй и продолжает путь. Плюс один варл. Плюс пять слава. Ух ты, я и славу получил. Круто. Четырнадцать слава у меня. Плохое настроение. Так, шесть у меня осталось провизий. Шесть дней. Ветер доносит до вас свист. Впереди вы видите длинную колонну варлов, направляющихся к вам. За ними по пятам следует большое войско драгов и тянется цепочка трупов, уходящих вдаль. Быстрее туда, рявкает Крумор. Быстрее туда. Блин, с таким настроением драться, конечно. Вот, отдохнуть денек. Блин, зачем я лагерь поставил? Получится мне отдохнуть сейчас. А, ну, посмотрим на этого варла, которого мы приняли. Крумор, Айвер. Где новый варл-то? А, нет, просто нет, дедова. Видимо, это никакой не герой, просто рядовой варл. Варл воин. Не знаю, давайте денек отдохнем. Риснуть, что ли, еще денек отдохнуть. Если сейчас придется драться, то лучше драться с хорошим настроением. Не позволяйте им рассредоточиться, кричит передний варл, когда вы подбегаете к полю битвы. Вскоре, почти сожалею, вы оказываетесь рядом с ними и перед устрашающим количеством драгов. Окей, и как минимум 165. Вашим власти 161 боец. В принципе, нормально их держать. Поднимайте щиты. Так, ну что ж. Битва с драгами, фасольт у нас отдыхает, да? Что он отдыхает? Айвер у нас тоже пока со щитом. Могун, у них фасольт. Так, слушайте, вот этот меня никак не может так и повыситься. Так, слушайте, а что там за чешуя-то? Пятый уровень, нифига себе, боже, че, плюс 3 броня, плюс 1, 1 привлечение агрессии. Надо до пятого уровня докачать какого-то счетовика. Так, вот, вместо бы Айвера его может быть. Так, где Айвер-то? Где Айвер? Так, стоп. Мне пока не надо это. Надо ним фасольтум. Так, и что можно тут кого взять? Так, Круморо по-любому берем. Надо Круморо, кстати, повысить. Так, 17 сил у него. Напряжение увеличено. Напряжение и... Силу тогда прокачаем. 14 силы будет у него, 11 брони. Так. Гиль все еще не может получить повышение. Хоган получил повышение? Нет. Одлайф тоже нет. В принципе, что Одлайф, что это Олет-то. Одинаково, они бесполезны. Знаете, хоть Олет-то попытаемся качнуть, что ли? Рисковое решение. Да. Так, сначала у нас... Вот этот ходит. Потом Крумор. Потом лучник. Лет-то бы надо подальше как-то. Сюда, наверное. Так, вот бой отпустить. Сразу в гуще сражения, короче, бежим. Пробуем так сделать. Круморо-то ни до кого не доходит. К сожалению. Но можно его поставить хотя бы... Сюда, что ли? Так, ускорение. Можно ускорение сделать? Только вот это ускорение сейчас будет. Ну-ка, а ускорение вообще оно как действует-то? Ну-ка, типа, пробуем ускорить вот этого. А, нет, он только рядом стоящего может ускорить. Ну ладно, фиг с ним. Это полегче ты, бродяга. Так, вот к этому подходить я как-то опасаюсь. Тейт, не можешь никакие ловушки ставить, да? Только помехить жертву можно. Ух ты, у него силы-то, слушайте, у него силы 18. Ой, простите. Так. Сейчас, значит, мы... Интересно, привлечет внимание, если подойдет. Так, кто дальше ходит? Дальше ходит... Вот этот старичок. Потом и лето. Потом и лето. Ну так-то он броней не так уж и много снимет, но ладно. Каминую стену стоило прокастить. Ой-ой-ой. Плохо. Это уже плохо. Это очень скоро взорвется. Так, а лето, а лето. Так, выгулку. Нет, она до каких-то не дострелит все равно, так что бесполезна. Еще и по-своему не попаду. Это очень далеко. Так, слушайте, у напряжения 2 ведь. Блин, никого не убили мы пока что. Ой-ой. Возможно, зря я прошел все-таки в эту сторону. Обойти этот камень, не знаю, взрывается ли он, если я на него наступить, но рисковать я не хочу почему-то. Так, кто там ходит следующий? Троечка. Троечка может броню снять, серьезно так. Четверка нам сейчас, в принципе, не причинит большого вреда. Таких лучников надо нейтрализовать. Ну, давайте сюда туда подойду я. Все-таки убью этого прачника. Или этого убить? Так, после прачника кто ходит этот как раз, да? Нет, этого сейчас пока нельзя убивать. О, пришел призывать. Больно. Так, ну вот этого надо добить по-любому. Только вот эти ребята тоже мне угрожают сейчас. Этого, наверное, еще успеем убить. Так, бежим тогда. До этого чувака. А, блин. Все-таки не рядом стоящий дамажит эти камни. Это я хотел узнать и узнал. Ладно. Буду знать на будущее. Ну, куда ты подошел? Я, блин, хотел путь продолжить. Твою же. А, беда. Ну, ладно, хотя бы защиту дал. Давайте вдвое. Где-то мы будем преградить путь. Ну, что за беда. Все, сейчас я не успею убить его. Похоже, что... До этого никак не добраться. Так, слушай, у тебя нет ведь этого дарана, да? Блин, сейчас вот с дараном пригодился чувак. Но я его убрал. Я его убрал. Еще надо вот этих камней отходить. Беда, бедовая. Все, давайте хоть подкрепления не будет, по крайней мере, у них. Так, кто у них там ходит первым? Вот это ходит, да? До него как-то достану я. В принципе, достану. Давай, приканчивай его. Да, все, один уже ранен. Ну, на войне всегда у нас жертвы. Так, кто этот ходит? Потом. Так, Олетта. Олетту подводить вообще опасно. Так, слушайте, у Олета есть реальный шанс прокачаться. Ну, два. Сколько у него? Шесть хп еще. Пока живет парнишка. Ладно, я его не убью, и этот тоже скилл не покастится. Ну, там два напряжения у нас силы воли. Ну, я думал, он Волету будет бить. Кидать, точнее, свои гребаные камни. Так, ну, давай тогда... Сюда нельзя подходить, потому что тут загрыжу дорогу слегка. Ну, давайте рискнем, что ли. Черт, отражение. На 70% рисковать даже не стоит. Сколько у него 3 хп осталось? Так, Олета, у тебя еще... Еще один шанс прокачаться. Но ты его не используешь, потому что я тебя не туда завел. Хе-хе, бывает. А, нет, 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 слушайте. Нельзя так делать. Двоечком. Этого надо добить как-то, блин. Так, слушайте, этого надо вообще уводить. Ну, сейчас у меня помрет нафиг. Сколько можно идти ко мне бросать? Восьмерка. Эту восьмерку надо уже начинать бить. Слушайте, почему... Сюда нельзя вставать. Так, двойка, тройка. Больше нету мне никакой славы дополнительной. Так, ну что, Олета, давай твой Звездный час. 90% А, я забыл ее убрать от камня подальше. Блин, я тут тоже ранее не получил. Сложная битва, ну ладно. 70% Может, обоих убьет, нет? Нет. Все, ги нафиг со своими камнями. Мы с тобой заканчиваем. Все, нафиг не буду никого брать. Дополнительный драгов нафиг надо. Все. 9 славы. Ну, разве не чудо? Меня уже второй раз отправляют найти варла, который идет в мою сторону, таща за собой людей. Что здесь делают драги? Боги, неужели никто не знает, что здесь происходит? Они сравняли Грофхайм с землей. Мы несколько дней отступали. Йорун теперь в Вейнартовке. Меня послали забрать Крумура с его отрядом из Вормтоу. Но мы столкнулись с этим отрядом Каменюк, а там, откуда они пришли, их еще больше. И это все твои варлы Крумор? Чем вы занимались, если друг... Или друг друга? Многие отправились в Блок... Да что такое? Название городов меня вымораживает просто. Многие отправились в Блоксбалк... В Блоксбалкер. Хочешь сказать, что Грофхайм полностью разрушен? И Вогнер мертв. Драги идут за нами по пятам. Варлы, которых вы отправили на север, скорее всего, мертвы. Близится конец света. Брось, это уже не новость. Объявлен общий сбор в Вейнартовке. Сейчас наш путь лежит именно туда. Подождите. Несколько секунд Фасольд рассматривает верницу мужчин, женщин и детей, идущих за вами. Без них. Мы только что спасли ваши шкуры. Послушай, Крохот, ты не представляешь себе, сколько драгов я убил за последние недели. Я не вступаю в сражения, которые не могу выиграть. В том числе, пытаться без приглашения привезти людей в Вейнартовт. Черт возьми, Фасольд, кого это волнует? Что, черт возьми, произошло в Грофхайме? Прежде чем Фасольду удается ответить, ваше внимание привлекает низкий гул, который становится громче с каждой секунды. Несмотря на то, что Грофхайм уже давно скрылся из глаз, все головы поворачиваются в его направлении. Гул становится оглушительным, быстро превращаясь в треск и скрежет. Он приближается. Уходите, кричит Фасольд и бежит в сторону Эйнартовта. Не останавливайтесь, пока не доберетесь до Хадрборга. Ох, ну что ж, на этом мы пока приостановимся, я думаю. Продолжим мы уже в следующий раз, узнаем, что это за гул. А, кстати говоря, вот он. Ух ты, там змеюка. Нифига себе. Нифига себе, все рушатся. Какой-то огромный змей рушит горы. Тогда-да, вовремя я решил приостановиться. Вот такой вот ландшафтный дизайн, друзья мои. Хорошо, все-таки все, я на этом приостановлюсь. Спасибо, что следите за прохождение. Подписывайтесь на канал, что будет дальше мы узнаем в следующем эпизоде. И ставьте, конечно, желаки, если хотите увидеть продолжение. Всем удачки, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok